Доброе утро! Доброе утро всем тем, кто встречает новый день вместе с нами. С вами сегодня с Илья Салямова и Александр Ткачев. Но стоит отметить, что еще одна неделя подходит к своему логическому завершению, но сегодня не об этом. Сейчас будем говорить, что новое утро началось, и, конечно же, началось оно бодро, с хорошим настроением. Я надеюсь, и позитивно у каждого. Ну, по крайней мере, мы для этого сделаем абсолютно все возможное. Подготовим самые интересные новости. Наши журналисты старались, снимали сюжеты. Но, в общем, одним словом, все готово. Все готово. Но давайте сначала расскажем о том, что же интересного наши корреспонденты подготовили для вас, и что вы увидите в эти ближайшие два часа. Новая одежда для старых героев. В Симферопольском детском парке начался завершающий этап реставрации. 138 лет назад появилась первая фотопленка. Изобретение положило начало кинопроизводству, которое сегодня прямо на наших глазах переходит в новую эру, эру цифровизации. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательной программы «Утро нового дня». Саль, ну на часах уже сколько? Уточните. 7.01. Как ты думаешь, к чему я это кланю? Ты это кланяешь к тому, что уже пора рассказывать о новостях. Знаешь, Саш, всю эту неделю весь Крым обсуждал появление необычной обезьянки в наших лесах. Крымских лесах. А вот мне интересно, что же сейчас обсуждаешь? Что сейчас на повестке? Ну, в общем, я могу ответить на твой вопрос, что мне есть, что сказать и рассказать и тебе, и нашим дорогим телезрителям. Поэтому я специально иду для того, чтобы рассказать вам о том, что наши корреспонденты провели очень много времени, разыскивая самые интересные и актуальные новости. И прямо сейчас к ним и обратимся. 13 домов культуры до конца года отремонтируют в Крыму. Как идут работы? Где-то процесс с полным ходом, а где-то строители не торопятся. У общественников есть замечания. Марина Осокина вместе с экспертами общинно-российского народного фронта, представителями администрации и Министерства культуры отправилась в рейд. Жители Краснолесья свой клуб любят. Работает 9 кружков и секций. Здесь поет и танцует все село. Все праздники мы проводим, все мероприятия проводим. Особенно у нас очень централизованный, самый главный праздник у нас это 9 мая. На ремонт выделили больше 9 миллионов рублей. Сейчас черновые работы. Строители полностью разобрали старые полы, до кирпича сбили стены. Их обошьют гипсокартоном. Здесь изначально планировалась штукатурка, но состояние стен вы видите и расход материала здесь был бы просто сумасшедший. Здесь только несущие стены остались, потому что демонтировалось полностью все. Отопление, канализация. Заменят все коммуникации, сделают вентиляцию, которой здесь никогда не было. А еще камеры видеонаблюдения, противопожарная сигнализация. Придет и новое оборудование, сцена, свет, звук. Но самое серьезное обновление ждет библиотеку. Ее заботливая хозяйка Галина Герман несколько лет ремонтировала вместе с мужем. На своей машине по графику возят книги по селу. Тем, кто уже не может сам прийти в читальный зал. И вот выиграла федеральный грант на создание современной модельной библиотеки. На 5 миллионов рублей обустроят здесь все так, как мечтала. Мы сделаем интерактивный читальный зал. Детский уголок, современный, уже с новой красивой мебелью. У нас будет интерактивная доска для читателей. Мы подключимся к системе Литрес. Мы планируем стеллажи, очень высокие, для того, чтобы освободить место. Именно для пространства, для проведения мероприятий. Будут мягкие пуфики для молодежи. К ходу работы у общественников есть вопросы. Сдать объект планировали в конце октября, но уже не успевают. Тому есть объективные причины. Первый – это находился здесь избирательный участок. Проходили выборы 8 сентября. Срок работы мы перенесли. Также сейчас подрядчик ждет доставку материалов. И дальше будет ускоряться по ходу работы. Следующий дедлайн – ноябрь. А вот ждать ли ремонта этой въездной арки – вопрос. Общественники считают, ее нужно сохранить. Ведь на месте сельского клуба было имение Василия Попова, личного секретаря князя Потемкина. Собранные им документы, рассказывают историки, стали основой Крымского государственного архива. Следует придать ему тот внешний вид, который он имел при строительстве этого имения. То есть восстановить его? Восстановить его, безусловно. Ну и затем уже думать, у объекта есть признаки, объекта культурного наследия. И не исключено, что имело бы смысл поставить на учет это в дальнейшем, как памятник истории культуры. Объем работ в ароматном Белогорского района еще серьезнее. Потолок осыпался, штукатурка отвалилась. Стали поднимать полы, доски, балки перекрытия, они были сгнившие. Потолки тоже были в очень плачевном состоянии, так как сгнила обрешетка. Главная проблема, которую обнаружили общественники, кроется в смете. В нее почему-то не попала замена электропроводки. И не только. Отмостка всего этого здания, как основная часть сохранения здания, в любого здания это отмостка, она, к сожалению, не присутствует в смете, затрат реконструкции, ремонта этого помещения. Но этот просчет уже исправляют. Подана на корректировку проектно-сметная документация в госэкспертизу. Она на стадии прохождения. Они будут добавлены, полностью и осмечены после прохождения государственной экспертизы. Стоимость работ 27,5 миллионов рублей. Теперь сумма, конечно, вырастет, но ведь ремонт должен быть полноценным. Согласование займет какое-то время. Это может отсрочить сдачу объекта. Поэтому строители не стали его дожидаться. И уже прокладывают проводку и готовят основы для отмостки. И скоро начнут ее заливать. Эксперты ОНФ все лето мониторили ход работ в пяти ДК, которые ремонтируют по нацпроекту «Культура». В селах Краснольесе и Пионерском Симферопольского района, Ароматном Белогорского района, Орехово и Молочном Саксского района. Все замечания обсуждают и оперативно устраняют вместе с подрядчиком, местными администрациями и профильным министерством. По нацпроекту «Культура» на ремонт пяти домов «Культура» у нас выделено 54 миллиона. И, соответственно, у нас в этом году реализуется федеральная целевая программа социально-экономическое развитие Республики Крым, где в этом году мы предусмотрели финансирование в районе 580 миллионов. В этой программе сидят не только дома «Культура», есть и библиотеки, и музеи. До конца года завершат работы в 13 домах «Культура». Пять из них ремонтируют по нацпроекту, еще восемь по федеральной целевой программе. Марина Осокина, Олег Черемисин, Новости 24. Тепло в школы. В городе Герои завершают капитальный ремонт четырех общеобразовательных учреждений. Работы на сумму 60 миллионов рублей профинансировал местный бюджет. Что сделают и успеет ли подрядчик закончить до наступления холодов, выясняла Екатерина Рябова. Людмила Рогоза работает в школе-гимназии номер один 25 лет. Хорошо помнит времена, когда детям приходилось сидеть на уроках в куртках. Грядущую зиму ребята и педагогический коллектив встретят в утепленных аудиториях. И дети, и родители, и учителя все в предвкушении, потому что приятно жить в прекрасном, воспитывать в прекрасном и созидать что-то новое. В школе обучается больше 800 детей. Капитальный ремонт тут не проводили ни разу с момента постройки. Работы, которые начались в августе этого года, профинансировал местный бюджет. Сейчас завершается один из важных этапов – утепление фасада. Материалы, экологически чистые материалы используются, базальтовая вата, которая и имеется все сертификаты. Параллельно продолжается замена батарей во всех классах и коридорах, а также установка окон. Окна были очень старые, они просто рассыпались, поэтому открыть было невозможно, было очень жарко. А сейчас замечательно, светлые окна открываются, будет очень комфортно работать. Здесь работы завершат уже в ноябре. В тепле зиму встретят и учащиеся 25-й школы. Установка металлопластиковых блоков на финальной стадии. Одним из наиболее технически сложных этапов стала замена окон между этажами на лестничных пролетах. Здесь было одно большое сплошное окно, которое необходимо было усилить металлом. Они изначально сварили металлический каркас, и затем уже в этот каркас они вкладывали сами окошки. И еще было очень важно не нарушить картинку фасада. Пока дети переведены в другие классы, и школьники, родители ко временным неудобствам относятся с пониманием. Рабочий процесс нормальный, в чем достаточно все быстро. Меняют окна и в школе номер 19. Работы начались недавно, но завершить их планируют в середине ноября. Окна в этом крыле здания выходят на море. Десятилетиями они продувались ветрами. Школу номер 19 построили в 1970 году, и лишь в этом году здесь установили металлопластиковые блоки. Даже сейчас в этом помещении заметно теплее, чем в других. В этой аудитории свое обучение будут проходить учащиеся младших классов. За каждым из объектов закреплен специалист администрации Керчи. Оценивают качество, сроки. Работ ведется много. Сразу ведется в четырех, на данный момент, школах и в шести детских садах. По качеству работы, больших нареканий у нас нет ни к одной компании. Есть только к некоторым компаниям нарекания с незначительным отставанием выполнения работы. В Керчи продолжат обновлять школы. Капитальные работы предусмотрят в бюджете города на ближайшие три года. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь. Дождались. Впервые за 26 лет Севастопольский морской завод выполнил новый заказ. Спустил на воду понтон плавкрана ПК-400. Это свидетельствует о возрождении легендарного предприятия, которое многие годы находилось в упадке. На торжественное мероприятие собрались жители и гости города-героя. С ними была наш собственный корреспондент Анастасия Соснина. Вениамин Воловик работает на Севморзаводе с 1964 года. За спиной колоссальный опыт в судостроительном производстве. Вспоминает советские времена, когда предприятие было одним из мировых промышленных лидеров. Мы спускали три плавкрана в год. Это черноморцы. Стотонные плавкраны черноморцы, которые ходят по всему миру. Потом делали богатырь, богатыри делали. Потом слава Севастополя. В начале 2000 года спустили проект 15-202. И на прототип этого крана вот сейчас Севастополь. Строительство корпуса началось с осени 2017 года. Название ПК-400 Севастополь судно дали сами сотрудники предприятия. Это традиция начала доброго пути. После самая ответственная часть. Пантон плавкрана ПК-400 Севастополь готовят к спуску на воду. Сейчас специалисты режут задержник из 25-мм стали, который удерживает конструкцию на суше. Считанные секунды и понтон по спусковым дорожкам уходит на воду. Сотрудники предприятия эмоций не скрывают. Этого момента ждали долгие годы. Сегодня такой знаменательный день. Мы принимали участие. Эмоции самые такие наилучшие. Пантон – это лишь корпус, который в дальнейшем будут оборудовать. На нем установят мощный кран грузоподъемностью 400 тонн. Завершить проект планируют в следующем году, после чего судно отправится в северо-западные порты России. Абсолютно уверен на 100%, что это отнюдь не последний заказ. Вы знаете, что есть уже второй заказ на плавкран грузоподъемности 700 тонн. Будут предприниматься меры для того, чтобы загружать судостроительные предприятия Крыма, не только Севморзавод, соответствующими заказами, как гражданскими, так и военными. Новые заказы возродили Севастопольский морской завод после кризиса в украинские годы. Ситуация исправилась с 2015-го. В рамках развития оборонного промышленного комплекса страны принят ряд программ. В настоящий момент реализуется первая программа. Первая программа – это техническое перевооружение предприятий. Хотелось бы, конечно, чтобы по замене кранов была сформирована государственная программа. А мы готовы в ней участвовать и строить краны для всей страны, да и за пределы страны. Это, уверены специалисты, повлияет на развитие не только отрасли, но и экономики Крыма и Севастополя в целом. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. К этому часу у нас вся информация, но мы непременно будем держать вас в курсе событий и следить за развитием событий на полуострове. Саля, ну а какая из новостей больше всего тронула тебя? Если честно, меня, наверное, тронула последняя. Почему? Я знаю лично людей, которые занимались этим плавкраном и скажу, что среди них есть обычные девушки, блондинки, очень хрупкие. И никогда не подумаешь, что они умеют разрабатывать такие инженерные проекты. Интересно было бы познакомиться с такой красавицей. Но, кстати, у меня еще одна новость есть для тебя. Какая? Прямо сейчас наши коллеги из новостной редакции радио готовы с нами связаться. Здравствуйте, друзья. И 21-ю кнопку, это региональная программа. Это обязательство кабельщиков, и они должны присоединиться. Сейчас мы прервемся и пообщаемся с нашими коллегами с телевидения Первого Крымского канала. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Ну, надо сказать, мы не только на Первом канале вещаем, еще и на Крым-24, так что вы нас немножко обидели. Уже в цифровом качестве. Мы уже скоро начнем в цифровом качестве, и знаем, что вы как раз-таки эту тему сегодня обсуждаете. Очень много у вас гостей собралось по этому поводу. Расскажите, что интересного в итоге, какие факты вы уже затронули, уже обсудили? Мы узнали, что все-таки большинство крымчан уже подготовились к переходу на цифровое телевидение с 14 октября. Но тем, кто это не сделал, стоит очень сильно поспешить, потому что есть такое предположение, что в последние два дня и на почте, где продаются цифровые приставки, и, наверное, в магазинах бытовой техники, может возникнуть некоторый ажиотаж. В последние два дня? То есть именно в эти два дня? Ну, можно, конечно, это будет сделать и позже. Но тогда у некоторых наших соотечественников, крымчан, может возникнуть проблема, и они останутся без телеэфира. Скажите, а лично вы уже обзавелись приставкой? У меня телевизор современный, последний раз покупал его в 2015 году, поэтому проблем нет. Проблемка одна возникла, которую мы уже обсудили с гостями, почему-то принимает телевизор. Два мультиплекса, а вот на третий пока не настраивается. Но уже дали советы, как это сделать. Поэтому, я думаю, все будет в порядке. Это очень хорошие советы, я думаю, потому что вчера мы обсуждали тоже переход нашего крымского телевидения на цифровое вещание. И, кстати, эту проблему мы так и не затронули, но обсудили тоже очень много важных моментов. Понятно. Ну, и я думаю, что сейчас мы перейдем к не менее актуальной теме. Как раз-таки на этой неделе было сказано о том, что все-таки часть населенных пунктов в труднодоступной местности, чаще всего это в горах, по техническим причинам, из-за особенности рельефа, пока не смогут смотреть цифровое телевидение и что делать жителям этих сел. Я тоже думаю, нам расскажут об этом наши гости. Ну что же, коллеги, мы желаем вам хорошего эфира и, собственно говоря, продуктивного дня. И вам тоже спасибо. Удачи. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем дальше, Саша. Вот действительно телевидение развивается, меняется абсолютно точно. И сейчас мы видим, например, перед собой на столе такой микрофон, которым пользовались наши коллеги в советское время. Теперь у нас микрофоны совершенно другого рода, еле заметные. То же самое касается, например, и пленки. Раньше была пленка, сейчас это электронные носители. То есть телевидение делает такие гигантские шаги вперед, и это не может ни удивлять, ни радовать. Нужно сказать, как и вся наука. Кто бы мог подумать 10 лет назад, что у нас будут мобильные телефоны, например. Или кто мог подумать когда-то, что погоду можно будет предсказывать на несколько дней вперед. Я думаю, что об этом мечтало все человечество столетиями. А теперь это легко сделать прямо из нашего анонса. Давайте узнаем, чего же ждать от погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и еще проговорим, Саша, синаптические показатели сегодняшнего дня. В Симферополе ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь будет дуть северо-западный ветер, порывы которого достигнут 12 метров в секунду. При этом температура воздуха составит 19 градусов со знаком плюс. А я озвучу Севастополь, город-герой. 11 октября переменная облачность без осадков. Утром небольшой дождь. Ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до 19 тепла. На южном берегу Крыма похожая ситуация, потому что там переменная облачность. Тоже ожидается кратковременный дождь. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. А температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов выше нуля. А мне достаются одни города-герой. Керчь. 11 октября небольшая облачность. Ночью без осадков. А днем местами небольшой дождь. Местами возможен даже туман. И видимость до 500 метров. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха днем 20 тепла. То есть, как ни странно, на дворе уже почти середина октября. А погода все еще довольно теплая. По крайней мере, днем. А ты знаешь, Саш, и морская вода тоже теплая. Ведь местами она где-то даже теплее, чем температура воздуха атмосферного. И составляет от 15 градусов. Это в Азовском море. До 19 градусов. Это уже в Черном море. Я почему-то задумывался. Интересно, почему Азовское море холоднее оказалось, чем Черное. В Азовском 15, а в Черном до 19. Но, скорее всего, оно глубже. Именно поэтому и объясняется его такая температура прохладная. Инновационная способность Черного моря больше, чем Азовского? Я думаю, да. Но я не специалист в этой теме. Да, потому что в Азовское море вливается столько рек, и они уже охлажденные, разбавляют температуру воды. Но я не знаю, Саш, давай не будем гадать на эту тему, обязательно тогда пригласим по ней гостя. В следующий раз. Прямо сейчас я предлагаю связаться с нашим мобильным корреспондентом. Я надеюсь, что он с нами уже на связи. Это Антонина Шитова, которая находится на улицах Симферополя. Вот интересно узнать, что же она уже разузнала к этой минуте, есть ли у нее какие-то новости, и слышит ли она нас. Ну что ж, небольшая пауза у нас. Пока нету связи с Тони, но мы обязательно с ней еще свяжемся. У меня есть, зато Тони, может быть, сегодня пройдется по набережной, но пока она туда дойдет, я предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, который записали симферопольцы. Они жалуются на тех людей, которые так бездумно ездят по набережной, вновь отделаны, причем даже не на велосипедах, а на очень неприятно пахнущих мопедах, которые выхлопные газы бросают людям прямо в лицо. И прямо в комментариях к этому видео люди жалуются, говорят, не пускайте этих негодяев нам портить воздух. Ну, ты знаешь, Саш, я полностью с этим согласна. Неприятно, когда кто-то портит воздух. Но на самом деле, действительно, это некультурно, как минимум, ездить по дорожкам, которые предназначены для прогулок людей. Вот как раз недавно я могу сделать такой небольшой анонс. Наш корреспондент Александр Кононов разрабатывал эту тему и столкнулся с тем, что, к сожалению, в Симферополе нет велосипедных дорожек. Но предполагаю, что мопеды тоже могут по ним разъезжать иногда, если позволяют знаки дорожные. Вот меня интересует это. Саша сделал такое для себя открытие, потому что я думаю, что для симферопольцев это совершенно не секрет, что действительно пока что в этом плане мы отстаем далеко от ведущих городов России, где уже есть велодорожки, и там можно перемещаться с помощью этого транспорта. Но, кстати, Саша, уже сейчас, как мы говорим, все меняется, в том числе и транспорт двухколесный, и появляются, как ты знаешь, вот эти самокаты электронные и так далее, на которых тоже можно добираться на работу. Я тебе расскажу историю. В мою молодость, в советские годы, даже у велосипедов были номера. И если ты выезжал, допустим, на проездку, у тебя на велосипеде, на прогулку, и тебя останавливал сотрудник транспортной полиции, он мог оштрафовать и выписать даже штраф. И если ты учился в высшем учебном заведении, то и стали жалобу, что такой-то, такой-то, ездил на велосипеде без номеров. Ты знаешь, Саша, сейчас снова возвращаются к этой идее и хотят все вот этот весь новый транспорт сделать тоже таким номерным, чтобы каждый мог отвечать за него. Ну, как говорится, и на Марсе будут яблони свистеть. Давайте до этого доживем. Но я бы хотел анонсировать еще одно неинтересное событие, которое произошло в этот день, но очень-очень давно. Оно положило начало всему тому, что вы сейчас видите перед собой. Больше ничего не скажу. Давайте посмотрим хронограф. В этот день, 138 лет назад, изобретатель Дэвид Хьюстон запатентовал пленку для фотоаппарата. Она представляла собой гибкую прозрачную основу, на которую нанесен светочувствительный слой с добавлением галлоидного серебра. Под воздействием света мельчайшие гранулы соединения меняли свой цвет и прозрачность. Таким образом происходило запоминание картинки. Первые фотопленки были чувствительны только к сине-фиолетовому излучению и выдавали лишь черно-белые изображения. Позднее изобретение Дэвида Хьюстона способствовало созданию искусства мерцающего экрана. Первая кинолента была изготовлена из рулона фотопленки, разрезанного вдоль. Сегодня медиаискусство переживает очередную революцию – переход в цифровой формат. Методика позволяет транслировать картинку и звук в непревзойденно высоком качестве. Саль, ну вот собираясь на работу, о чем ты в первую очередь задумываешься? Я задумываюсь о том, как я доберусь на работу. Но это, конечно же, происходит, когда я еду, например, в обед, в обеденное время. Ну как в обед? В 9 утра. Для меня это уже обед. А когда я еду в 5 утра, то такой проблемы для меня не стоит. Ну на самом деле абсолютно верно. Ты расставляешь приоритеты, потому что как добраться до работы и сколько денег ты потратишь на это? Ведь можно пешком пройтись, это почти бесплатно, если не считать амортизацию обуви. Можно поехать на автобусе, это будет стоить 17 рублей. А можно и на своем, так сказать, личном транспорте. И давайте узнаем, сколько же обойдется вам путешествие. Потому что цены на бензин, как мы знаем, они очень подвержены колебаниям. И вот наша следующая рубрика позволит вам узнать, чего же ждать сегодня от цен на топливо. Итак, прошу ассистентов вывести на плазменный экран стоимость топлива. Литр газа сегодня стоит 23 рубля 5 копеек. Дизельного топлива 50 рублей 42 копейки. 92-го бензина 44 рубля 82 копейки. 95-го 49 рублей 24 копейки. И 98-й бензин самый дорогой 56 рублей 53 копейки. Но от цен на топливо предлагаю перейти к следующему моменту и узнать цены на валюты, которые тоже колеблятся. Итак, доллар сегодня стоит 64 рубля и 74 копейки. А евро 71 рубль и 29 копейки. И обе иностранные валюты за последние сутки сдали в своих позициях порядка 10 рублей. Ну что ж, надеюсь, эта информация кого-то немножко дообрадует. А пока я вернусь к тебе, моя дорогая соведущая. Саша, у меня тоже есть для тебя новости, но они касаются немного другого характера и рода. Они касаются культурной нашей жизни. О, это уже интересно. Потому что сейчас, как известно, стартуют новые театральные осенний сезон. И музыкальный театр подготовил в том числе премьеры. Конечно же, он готов порадовать зрителей. И вот хотелось бы рассказать, что же еще ожидает тех, кто в эти дни посетит театры. Например, их ожидает выставка, где они смогут увидеть афиши, костюмы и старых спектаклей. Ну что ж, это очень интересно. Я немножко, как ведущий программы «Репетиция», которая посвящена классической музыке, немножко знаю, что там происходит. И хочу сказать, что в этом сезоне театральном ожидается совершенно, я бы сказал, беспрецедентное событие в истории крымского музыкального. Ну ты нам приоткроешь эту завесу, потому что ты заинтриговал. Я вот думаю, не накажут ли меня потом за то, что я раскрываю тайны. Ну, в общем, расскажу в общих словах. Ожидается постановка настоящей грандиозной оперы классического композитора. Очень давно крымчане этого ждали, чтобы нашими силами, силами наших музыкантов была поставлена, ну, скажем, крупная музыкальная форма. И теперь это ожидается. И в самом ближайшем времени можно будет посетить, ну, может быть, еще маленькую щелочку приоткрою, одну из опер в «Герде». Но об этом пока. Саша, ну, я еще хотела бы рассказать о некоторых событиях грядущего уже дня. Сегодня состоится пресс-конференция в Республиканском центре в 2 часа дня, которая посвящена шоу-проекту «Таланты». Он стартует на наших двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». Я напомню, что все это время мы искали ребят от 14 лет, которые обладают какими-то суперспособностями, они умеют хорошо танцевать, петь, или у них есть цирковые способности. И вот сегодня будет раскрыто много интересных тайн, которые касаются этого проекта. Вы тоже можете присоединиться и прийти на эту пресс-конференцию. Но, конечно же, она касается журналистов. Я думаю, что после этой пресс-конференции мы узнаем еще кое-что. Что касается тайн, я очень люблю тайны. И наши корреспонденты тоже их любят. И одну из них они готовы открыть для вас, дорогие телезрители, прямо сейчас. Высокие мрачные своды, угрюмые стены, серые камни. Неаполь-скифский древнее городище построено воинственными скифами. Курганы его улиц окутаны пеленой тайн, разгадать которые задача не из легких. Столица скифского царства пропитана мистикой и загадками. Одни верят, что здесь существует портал между мирами, другие набираются силы и энергии. Но жители местных окрестностей за долгое время наблюдали явления, которые до сих пор объяснить невозможно. Рассказы местных горожан удивляют, а порой даже пугают. Размытые призрачные силуэты, летающие объекты, странное поведение домашних животных. Одним словом, сплошная мистика. Говорят, что тут подходили собаки откуда-то появлялись, хозяева их ходили. Вы слышали эту историю? Человек с нашего времени, а тот человек не из нашего времени. Короче, как портал какой-то. Помимо таинственной истории о собаке, около Неаполя нередко приходилось сталкиваться с плохим сигналом сотового или даже поломкой личного транспорта. Проезжал мимо Неаполя скифского два раза. Это был случай у меня, что машина раз и заглохла. Второй раз проезжаю, тоже заглохла. Телефон, связь пропала. Я даже и не знаю, аномальные какие-то действия происходят здесь. Одна из местных жительниц и вовсе поведала историю о неопознанных небесных телах, внимание которых привлек именно древний Неаполь. У меня покойница соседка Клава Кирякова была. Она как-то вызвала нас в два часа ночи с соседкой. Говорит, смотрите, вот смотрите, он инопланетяне, говорит, на круглой. Мы смотрим, ничего не видим. Она за нас прячется. Но мы буквально ничего не видели. Живущие в этом районе рассказывают, что здесь находится место силы, где сходятся земные энергии и пересекаются миры. А вот научные сотрудники к мистическим рассказам относятся с долей иронии. Я слышал слова очевидцев про мистику. История и мистика – это антонимы. Они разные по значению. Одно связано, возможно, с религиозными моментами, а история – это совсем другая наука. Сколько я здесь работаю, в Неаполе-Скифском, никакой мистики здесь не было. Большая часть истории об аномалии основана на легендах. Верить в них или нет, каждый решает для себя сам. Но в любом случае можно с уверенностью сказать – Неаполь-Скифский все еще хранит свои тайны. Сабина Петренко, Максим Турчев, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Доброе утро. Доброе утро. Действительно ли можно, набирая от министров, по объявлениям? Ну, это не совсем по объявлениям. По конкурсам. Это конкурсный проект, да. То есть, я думаю, что очень грамотное и правильное решение своевременно принял Сергей Валерьевич. Кадровый вопрос всегда был остро стоящим во все времена. Не зря, что кадры решают все. Есть такая поговорка. Поэтому я думаю, что это очень своевременно. Но все новое, оно, конечно, будет притягивать большое внимание. И мнение крымчан будет очень важным в данном проекте. То есть, они участвуют в голосовании. Ну, такое я на своей практике. Вот работая директором школы первый раз. Насколько я знаю, это уникальные проекты для России тоже. Да, но я тоже думаю, что такого я не слышала нигде. Вот был такой проект «Лидеры России», да, как бы немножечко другой. Но тоже набирали молодых, перспективных. Вы знаете, это очень хорошая такая стартовая площадка для талантливых людей. Ведь не все могут пробиться, достучаться, вернее, до той приемной нужной, да. И очень много людей, способных, креативных, несущих в себе позитивные, хорошие идеи. Я думаю, что этот проект должен получиться. И от этого будет только плюс. Ирина Владимировна, я правильно вас понимаю, что принять участие, получается, может абсолютно каждый? Ну, там будет определенное... То есть, весь проект разбит на несколько этапов. То есть, для того, чтобы принять участие, человек должен, конкурсант должен предоставить о себе информацию. Например, там, я знаю, что это будет видеосюжет двухминутный, да, рассказ о себе. Что в этом сюжете может увидеть конкурсная комиссия, да, это, конечно, креативность человека, его культура поведения, его возможность... Ну, и глубина знаний, конечно же. Глубина знаний. А вторая часть, это нужно написать эссе. Вот здесь как раз-таки и будет профессионализм раскрыт, потому что эссе это очень краткое сочинение, да, и очень в нескольких строках нужно описать, какие инновации ты готов принести, как ты видишь развитие того или иного министерства, на которое ты претендуешь. И вот эти два материала конкурсных будет как раз-таки оценивать наблюдательный совет, членом которого я являюсь. То есть, мы должны будем профессионально оценить данные, вот документы, предоставленные нам. Следующий этап, то есть, да, то есть, будет определенное количество баллов, секреты раскрывать не буду, я сегодня слышу, что вы не раскрываете секреты, поэтому о баллах мы пока не говорим, но будет выставляться определенная шкала баллов. И вот задача нашего совета, это объективность и беспристрастность, только профессиональное качество человека. Хорошо, а вот какое тогда здесь участие крымчан? Вот, это... Когда они присоединяются? Именно следующий, то есть, те люди, которые наберут наибольший процент по каждому министерству, претендующие, да, на то или иное министерство, они выходят в следующий этап. И в следующий этап выходит по 4 человека, претендующих на определенное, еще раз повторюсь, министерство. И вот тогда уже включаются наши жители, потому что начинаются теледебаты. Я так понимаю, что проходить они будут на вашей телекомпании. И вот здесь, в этой ситуации, уже те или иное количество голосов наши конкурсанты получат именно от крымчан. То есть, люди будут оценивать, ну, опять, возможность человека держаться, возможно, аргументированно, да, отвечать оппоненту. Но опять, культура, красота, умение не сдаваться. То есть, здесь будет последнее слово за крымчанами, здесь не будет такой ситуации? Нет, последнее слово все-таки остается двое. А вот если разделится мнение, как тогда? Опять, мнение, мы будем набирать баллы с вами, опять, большинством голосов. Из этих четырех, принимающих участие в дебатах, остаются двое. И вот эти двое уже идут на собеседование к главе республики Крым. И уже окончательное решение будет принимать он из этой вот пары самых достойных, которые, в общем-то, выбрали крымчане. Я считаю, что очень правильные вот этапы, то есть и наблюдательный совет там, где мнение профессионалов опытных, да, и мнение крымчан. Ну, и, конечно, последнее мнение должно быть за главой республики, потому что ему работать с этими людьми, ставить задачи и контролировать их выполнение. Но мне кажется, еще самое главное, никто после такого не скажет, что кто-то пришел знакомый или кто-то, кто не разбирается в специфике. Нет, это будут люди уже профессионалы. Ну, сложно будет нам с вами, да, вот если человек будет выступать на дебатах, да, вот там сказать, что этот лучше, этот хуже. Если действительно голоса человек будет набирать больше, очень сложно будет как-то так, ну, повлиять на этот процесс, да, механическим или каким-то другим способом. Я думаю, что это будет очень правильно, ну, и, мне кажется, очень даже своевременно для Крыма. Скажите, какие требования к кандидатам? Ну, всего лишь требования, всего лишь три для того, чтобы стать участником, да, этого проекта. Это гражданин Российской Федерации, это высшее образование, это стаж работы на управляющей должности. То есть опыт даже не стаж работы, стаж не оговорится, а именно опыт работы управленца. То есть хотя бы уровень там, ну, не будем называть уровней, да, ну, то есть иметь управленческие навыки. Ирина Владимировна, когда начинается первый этап? Когда начинается конкурс? Ну, я думаю, ну, решение уже принято 9 октября, вот, было принято распоряжение главой республики, подписано. Но график пока не могу тоже раскрывать все тайны. Я думаю, что скоро мы об этом с вами узнаем. Ну, ближайшее, я думаю, время. У нас время подходит к концу. Я прошу вас еще раз обратиться к крымчанам, пригласить их поучаствовать в конкурсе. Ну, дорогие крымчане, я считаю, что у нас с вами появился прекрасный шанс выбрать профессионалов, людей, не только имеющих опыт работы, но и горящих душой, и самое главное, болеющих за Крым. Спасибо большое. Ну, мы тоже присоединимся обязательно. Присоединяемся, безусловно. Я напомню, у нас сегодня в гостях Ирина Рула, директора среднеобщеобразовательной школы номер 13, депутат Государственного совета Республики Крым. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо большое. И мы будем, конечно, тоже следить за развитием событий. Спасибо. Ну, мы двигаемся дальше. Сюжет, который посвящен тому, что Крым возрождается. Восстанавливается то, что давно было необходимо восстановить. Давайте посмотрим его. У Лукоморья дуб зеленый, а под ним и кот, и баба-яга, и даже русалка на ветвях. Все замерли в ожидании конца реставрации. В начале лета в детском парке Симферополя началось восстановление Пушкинской поляны сказок. После вскрытия тех слоев, которые были сверху наложены предыдущими, можно даже про некоторые сказать в кавычках, мастерами, неотложка необходима была давно. Это благо ни конь не упал, ни каждый богатырь, стоявший на ногах, потому что металл внутри некоторых скульптур, он уже был на грани. Фигуры из ПМ и Руслану Людмилу были установлены в детском парке в 1958 году. Всего их около 20. Самая большая — голова великана. Расскажите, пожалуйста, что сейчас находится в голове Черномора, о чем он думает? Вы знаете, я мысли читать не умею, к сожалению, но могу сказать, что в голове у него есть комната, в которой был когда-то установлен механизм, который дул дым. Комната-то достаточно большая, потому что наверняка этот агрегат был немаленький, но сегодняшняя технология позволяет этот агрегат уместить в меньшие комнаты. Директор парка раскрыл секрет спецэффекта. На самом деле поток воздуха изо рта колдуна будет создавать дым-машина. Старый механизм там давно уже не стоит. Там стоит сейчас уже из современных разработок. Самодельный. Насколько он исправен, мы еще пока не проверяли, но он будет восстановлен. Либо этот, либо другой механизм, который позволит голове дуть, он там будет стоять. А пока агрегат не установлен, помещение занято инвентарем художника. Инструменты мастер меняет часто. Работу ведет одновременно над несколькими скульптурами. Где-то надо подшлифовать, где-то сгладить линию, а где-то нарастить новые части тела. Этапы такие. Найти повреждения и устранить их. Отбить то, что отбивается и восстановить объем. Восстанавливается объем бетоном, потом штукатурится, грунтуется и красится. Во время прошлых реставраций многие герои сказки утратили пропорции. Правая рука Руслана, например, почти на 10 сантиметров короче левой. Евгений щепетильно подходит к работе с каждой скульптурой. Первыми были «Аленушка с волком». На них проверялось мастерство художника. Лишь потом реставратор взялся за отделку других фигур. Сейчас остался последний этап – покраска. Начали с ученого кота. Раньше он был короткошерстным, теперь стал сибирским. Специалист добавил ему пушистости. Помимо породы, сказочный персонаж также сменит свой цвет с рыжего на черный. Вот лапа осталась, это его цвет. Вот это? Да. Почему решили его сделать опять черным? Потому что он изначально черный был, белая манишка. Ну, наверное, взяли с мультфильма. Я могу порисовать, верно? Конечно. Так. Только не запачкай. Сначала мы забиваем. Поры. Может, как угодно. Также добавят красок и Аленушке. Ну, сейчас она выглядит как манекен. У нее нет ни румянца, ни бровей, ни ресниц. Ну, и волосы я поменяю цвет. Она станет брюнеткой? Шатенкой. Аленушка словно побывает у стилиста. И макияж сделают, и волосы перекрасят. Ведь уже в ноябре всей бригаде пушкинских героев встречать гостей парка. Дарья Шарипова, Данил Захаров. Утро нового дня. Наши корреспонденты искали, искали, да нашли интересную заклейку, посвященную собакам. Но прежде чем мы ее включим, я хотел рассказать историю, которая произошла со мной вчера. Можно? Конечно, очень даже интересно. Я, представляешь себе, ложусь спать, и тут слышу, как мой дедушка начинает искать собаку, которая пропала. Пропала собака по имени Черныш. Твоя собака? Да. Нашли? Искали, искали, ночь на дворе, нигде ее никто не мог найти. Оказывается, собака тихонечко выбежала через забор и убежала. Ее искали, звали на улице, и дедушка всю ночь не спала. Я за него переживал, конечно. Поэтому собаки, они такие коварные, дорогие друзья, просто так к ним не подойдешь иногда. Так, подожди, она вернулась или нет в итоге домой? Конечно, вернулась, конечно. Блудная эта собака. Как блюдный сын, можно сказать, к дедушке. Саш, ну, ты знаешь, если говорить о собаках, да, я знаю, что ты собачник, у меня еще знатный. Но также у тебя есть и кошки, у тебя очень много дома животных. Это действительно, я думаю, что многие знают. Мне интересно, твои животные часто у тебя попрошайничают или клянчат еду? Вот, многие хозяева, наверное, остатки будут с этим. Вот, ты знаешь, я должен сказать, что нет. Как-то так получается, что они такие от природы благородные, что никогда они не клянчат. Ну, может, только что такой очень тоскливый, сиротливый взгляд кинут на момент, когда ты потребляешь пищу. А так нет, никогда не попрошайничают, на столы не лазят. Это удивительно. Но сейчас мы предлагаем посмотреть как раз-таки видео из интернета. Это необычная собака. Это собака, которая сама себе покупает еду. Как вы видите, у нее в пасти деньги, которые ей дают люди. Она приходит в магазин, и там все честно расплачивается, за что и получает лакомство. Нужно сказать, что вот эта собака, точь-точь, как вот та, которая сбежала, очень похожа. На твою? Да, только черный шпалах матья будет. Ну, может, твоя собака как раз-таки тоже этим промышляет ночами и что-нибудь как-нибудь подрабатывает. Ну, вот судя по последнему происшествию, похоже на то, что подработка там еще та. В общем, удивительные животные. И вот еще хотелось бы немножко рассказать об этой собаке. Ее научили именно этому моменту сами продавцы. Собака поняла, что она за деньги может действительно себе покупать. Вот, за любые листочки. И вот так, вот такая умная оказалась. Сама себе добывает пропитание, а не клянчет. Хорошо, что она не живет в 90-е. Вот в 90-е, когда купоны были... Если же не было бы. Да, это была такая пачка. И вот на пачку можно было купить полбаночки консервов. Ну, благо, времена уже сменились. Но я предлагаю обратиться к нашему мобильному корреспонденту Антонии Нишитовой, который прямо сейчас находится на улицах Симферополя. Тоня, доброе утро. Доброе утро, Саля. Доброе утро, Александр. И, конечно же, доброе утро, наши дорогие телезрители. Встречаем это утро вместе. И, конечно же, радуемся пятнице. У меня отключился этот. На золотую осень посмотрели. Красиво. Богрец и золото одетые леса. Отлично то, что, несмотря на то, что, повторюсь, середина октября в Москве уже идет и снег, и холод. А у нас днем плюс 20. У нас еще все зеленое. Кое-где только проблески золотого цвета. Ведь здорово же. Я с тобой не могу не согласиться, Саш. Действительно, осень по-крымски – это что-то особенное. Это очень красиво всегда. И, конечно же, в связи с этим появляется огромное количество фотографий в интернете. Это аватарки на фоне листвы. У тебя есть такая аватарка? Признавайся. На фоне листвы есть, но я просто считаю зеленый цвет. То есть у тебя на фоне летней листвы? Вечно зеленых растений, я бы так сказал. У меня, кстати, тоже есть фотография, конечно же, на фоне листвы, но я ее не выставляю в интернет. Хочу быть оригинальной. А, вот в чем дело. Ну, я думаю, что ты более оригинального человека, чем ты, довольно сложно найти. Но даже тебя, такую оригиналку, могут удивить те видеосообщения, те интернет-новости, которые насобирали наши журналисты. Давайте посмотрим. Кому-то для сна подавай ортопедический матрас, а некоторым и двух стульев хватит. Буддийские монахи вообще могут спать в любом положении, даже вертикально. Ведь идеального баланса тела достигнуть намного легче, если вы в гармонии со своим внутренним миром. Работа строителя сложна и требует смекалки. Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, можно и акробатом ненадолго стать. Видимо, наш герой в детстве хотел быть циркачом, вот и воплощает теперь мечту в реальность. Оказывается, правительственные доклады тоже могут быть веселыми. Премьер Дании от смеха несколько минут не могла продолжить выступление в парламенте. Она зачитывала отчет о выкупе слонов из частных цирков. Но не сдержалась, когда рассказывала, что властям пришлось приобрести еще и верблюда по кличке Али. Животное сильно сдружилось с одним из слонов и не хотело отпускать друга. Чтобы поймать интересный кадр, фотографу нужно обладать хорошей реакцией. Но даже у профессионалов иногда случаются казусы. Однако этот парень сумел выкрутиться из ситуации. А вы думали, он поскользнулся? Нет, так было задумано. Шоу дронов на мероприятии для многих уже привычное зрелище. И все же оно не перестает удивлять и завораживать. Сотни квадрокоптеров светятся различными цветами, синхронно перемещаются и выстраивают сложные геометрические фигуры. Как тут не залюбоваться? Когда в семье появляется новый питомец, очень важно его правильно встретить. Этого котенка подобрали на улице, и он еще не успел адаптироваться. А пес, как старожил, успокаивает малыша. На студии вновь гости. Я рад приветствовать у нас на наших креслах Анастасию Волкову, начальника управления транспорта и связи администрации города Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос. Правда ли, что три счастливое число? Возможно. Я имею в виду третий этап. Это да. У нас завершающий этап идет реконструкция, точнее, капитального ремонта улицы Александра Невского. Мы с 12-го числа перекрываем последнюю часть дороги. Это будет до переулка Галерейного с Суворовского спуска. Поэтому выходим на финишную прямую. Единственное, хотелось бы обратиться к нашим водителям, что в связи с тем, что запускается третий этап ремонта улицы Александра Невского, у нас улица Долгоруковская будет введено одностороннее движение. Это в сторону ЖД вокзала. Ну и, естественно, соответственно, Карла Маркса будет в сторону центра. Также хочется отметить, что везде будут стоять знаки работы и эвакуация. Поэтому наших граждан хочется предупредить о том, чтобы все-таки свои транспортные средства изыскали возможность парковать не на этих улицах, потому что потом свое личное время тратить, чтобы забирать автомобили с штрафстоянки, я думаю, это никому не понравится. Эвакуатор будет работать, то есть пощады никому не будет, потому что там такая необходимость есть. Нет, потому что мы понимаем, да, все-таки у нас центральные улицы, они достаточно узкие. Поэтому если там еще будут с обоих сторон припаркованы транспортные средства, это действительно приведет к транспортному коллапсу. Ну точно знаю, что симферопольцы уже с пониманием относятся к этому, и то, как преображается город, как за последнее время улучшаются качества дорог до федерального уровня, и, конечно, их радует, и они с пониманием относятся к временным неудобствам. Вы знаете, да, хочется и нашим жителям, и гостям столицы сказать огромное спасибо за то, что с пониманием относятся к тому, что все-таки, да, у нас и учебный год начался, и тем не менее у нас идет реконструкция центральных частей города. И более того, хочется отметить, что у нас это такой вот период 2-3, ну, до 5 дней, да, когда транспортный коллапс, когда перекрывается улица, все едут в центр. Сейчас есть объездные улицы, как, в принципе, они всегда были, да, граждане уже привыкли, поэтому в центральной части города уже такого транспортного коллапса и заторов, к счастью, нет. Скажите, ну вот транспорт общественный, как он теперь будет объезжать? Изменится ли как-то его маршрут? В принципе, схема движения меняться не будет, потому что у нас Долгоруковская тоже была в одностороннем. Возможно, может, некоторые маршруты подкорректируем, чтобы на дублирующей улице, да, не было такой нагрузки общественного транспорта. Поэтому, я думаю, мы сегодня этот вопрос уже закончим, и на сайте наши жители смогут ознакомиться с временной схемой измененной движения. Но все-таки, когда предполагается завершить работы? Завершение работ планируется на конец ноября. Это как и планировалось? Да, совершенно верно. То есть по срокам все успевают? Вроде пока никаких других, другой информации нет, поэтому все идем по плану. Вопрос следующего характера. Многие люди проезжают уже по открытой части улицы Александра Невского, вот от кольца, от кольцевой развязки. Вопрошают, действительно ли будет наложен еще один слой асфальта? Действительно, есть финишный слой, поэтому, да, сейчас с подрядчиком. Я не дорожник, поэтому, опять же, если необходима будет эта информация, она вся размещена на сайте. То есть в рамках какого контракта, какое дорожное полотно, да, и когда что будет застилаться непосредственно асфальтом. Насколько я знаю, да, действительно, еще будет финиш на этом участке дороги, как и, собственно говоря, на последующих. Анастасия Александровна, вот я хотела уточнить такой момент. Вы сказали, что у нас изменится маршрут движения, да, в том числе легкового транспорта и маршруток, и появятся знаки. То есть везде на улицах будут расставлены знаки. И если появятся нарушители, которые, может, не обратят внимания, ну, я надеюсь, у нас нет таких водителей, что им сулют, что им грозит? Будет ли это такой серьезный штраф, или все-таки это будет какое-то снисхождение? Ну, самое главное, это будет стоять знак остановка, стоянка запрещена, работает эвакуатор. И я думаю, что по карману гражданина, которого заберут машину, да, это все-таки порядка 2,865, если мне память не изменяет, стоит само эксплуатация, да, транспортного средства, эвакуация на штрафстоянку, плюс еще захоронение. То есть это порядка 3,5 тысяч человеку надо будет отдать. Поэтому я думаю, опять же хочется обратить внимание, первые 3-5 дней, да, но учитывая, что наши граждане знают, что улица Александра Невского ремонтируется в 3 этапа, и конечный этап, да, это конец ноября, поэтому уже так машины не паркуют. А вы водитель? У меня есть водительское удостоверение, но, к сожалению, я пока что еще не вожу своего автомобиля. Ну, с учетом того, что как дороги это перекрыто, может быть, и не стоит слишком спешить. Но это ненадолго. Более того, меня спасает эта ситуация, что я все-таки живу в центральной части города, поэтому я добираюсь на работу пешком. Кстати, я думаю, это хороший совет и рекомендация всем симферопольцам, кто имеет пешую доступность до своей, так сказать, локации, необходимо пройтись. Убеждена в том, что после введения временных ограничений наши граждане больше стали ходить пешком и пользоваться общественным транспортом. Тем более, вроде, у нас погода радует. Уже в Крыму живем. Я вот еще какой момент хотела уточнить. Я не водитель, и сейчас могу ошибиться в названии улиц. Я знаю, что с поворота с Карла Маркса на Толстого, вот есть вот эта улица, там было одностороннее движение, и сейчас многие, когда Толстого была открыта, вынуждены были ехать против. Этого движения. Жуковского, скорее всего. Да, Жуковского, да. Вы знаете, там стоял знак, и вот сколько раз непосредственно я там ехала, водители нарушая, те водители, которые едут по своей полосе, там одностороннее движение, постоянно показывают водителям, что висит знак, что сюда поворот запрещен. Ну, ничего страшного, пережили этот момент, поэтому, слава богу, никаких там ДТП, аварий, ничего такого не было. Хорошо. Ну, а Толстого улица, она сейчас тоже на ремонте? Да, сейчас идет реконструкция набережной реки Салгир, сейчас проходит реконструкция непосредственно моста по улице Гагарина, планируется его завершение, и после завершения, как мы закончим эту часть, да, возле консоли премиума, будет перекрыт участок дороги на улице Гагарина уже непосредственно. Сейчас Толстого мост перекрыт, после чего будет перекрыт мост на улице Гагарина, тоже будет реконструкция, и там в рамках, насколько мне известно, безопасной, качественной дороги, также будет проводиться ремонт непосредственно самой улицы Гагарина. Но дорога тоже будет перекрыта Толстого, я имею в виду. Конечно. То есть там тоже, наверное, поменяется схема движения? Совершенно верно. Но в любом случае мы заблаговременно уведомим наших граждан о том или ином изменении организации дорожного движения на этом участке. Я прошу вас, у нас, к сожалению, осталось еще совсем немного времени, я прошу вас еще раз обратиться к симферопольцам, ну, скажем, еще раз пояснить, что это необходимая мера, потерпеть чуть-чуть. Учитывая, что наши симферопольцы все-таки, я думаю, поняли, что это действительно необходимая мера, город старается, чтобы мы ездили все по хорошим и качественным дорогам, поэтому осталось переждать этот период времени, и я думаю, что жители нашего города и гости увидят, как изменяется наша столица, тем более мы столица, имея такой статус, да, и мы должны преподносить всем пример, каким образом должна быть организация, в том числе и дорожного движения непосредственно в муниципалитете. Спасибо большое. Я предлагаю сфотографироваться на память. У нас есть фотозона, которая посвящена тому, что, пойдемте, у нас буквально совсем скоро свершится полностью окончательный переход от аналогового вещания к цифровому. Это такой символический винтажный телевизор. Давайте поближе встанем все вместе. Смотрим прямо, улыбаемся. Раз, два, три. Цифра! Лес, джунгли и даже опасные хищники. Все в детской комнате играет красками. Современные родители и мебель выбирают под стать таким декорациям, необычную и яркую. Красота – это, конечно, хорошо, но далеко не главное. При выборе детской мебели в первую очередь родители обращают внимание на безопасность. И на этом стуле, и на этой тумбе закругленные торцы. Таким образом, ребенок не сможет себе навредить. То же самое касается и этой лестницы. Она покрыта нескользящим материалом, поэтому ребенок может спокойно забираться и готовиться ко сну. Кстати, многие элементы детского интерьера содержат стекло, и здесь важно обращать внимание на то, чтобы оно было небьющимся. Если мебель подключается к электросети, например, столы со встроенным освещением, провода должны быть изолированы, важно обращать внимание и на фурнитуру. Снабженные доводчиками петли и другие механизмы ящиков – гарант того, что при эксплуатации ребенок не повредит руки. Кстати, чем больше отделений полок, тем лучше. Дети обязательно найдут им применение. А такая гладильная доска может надолго занять внимание ребенка. Она раскладывается, ее можно использовать как детский игровой комодик, и разместить для девочки, для малой моторики, нити, бусинки, бисер в этом модуле. В качестве материалов для детской мебели лучше всего подходит настоящее дерево – МДФ, фанера и другое экологически чистое сырье. Нанесенные на поверхность краски должны быть на водной основе – акриловые, полиуретановые или воскосодержащие. У таких компонентов нет запаха и вредных испарений. Рисунок нанесен исключительно красками, гипоаллергенами, которые не навредят будущему здоровью вашего ребенка. При выборе детских стульев и кресел не стоит забывать, что малыши растут очень быстро. В лучшем случае такое упущение скажется только на комфорте ребенка. Неправильно подобранная мебель, не по росту, нерегулируемая, естественно, может нарушать осанку ребенка, если не пользоваться длительный промежуток времени. Поэтому следует учитывать эти параметры при выборе мебели детей. По стандартам Министерства образования России высота рабочего стола или парты для ребенка 6-7 лет – 52 сантиметра. Так и глаза не будут перенапрягаться во время занятий, и осанка не испортится. Кроме того, с помощью мебели можно даже выровнять искривленный позвоночник. С первого взгляда понять, что же это такое, не так-то и просто, так как оказалось, это стул, да не простой, а коленный. Занять правильное необходимое положение на нем достаточно трудно, но когда это удастся, вы сразу же почувствуете облегчение в спине. Такая мебель является корректирующей. Вне зависимости от качества, функционала и особенностей мебели важно понимать внимание и ответственность родителей – залог здоровья и развития малыша. Стефан Филатов, Алексей Семенов. Утро нового дня. Еще раз доброе утро, друзья. С вами сегодня Салия Салямова и Александр Ткачев. Вещаем мы сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым 24. И рады сделать ваше утро бодрым и информативным. Ну и, конечно же, стоит отметить, что уже один час пролетел, но впереди еще 60 минут. И наши корреспонденты для вас подготовили много интересного. Что именно вы увидите в этот ближайший час, предлагаем узнать прямо сейчас. Новая одежда для старых героев. В Симферопольском детском парке начался завершающий этап реставрации. 138 лет назад появилась первая фотопленка. Изобретение положило начало кинопроизводству, которое сегодня прямо на наших глазах переходит в новую эру. Эру цифровизации. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательной программы «Утро нового дня». Я думаю, что самое время пришло рассказать и о новостях, которые обсуждают крымчане в последние 24 часа. Эти новости подготовили наши коллеги, корреспонденты с телеканала «Крым-24». Итак, что же особенно волнует жителей Крыма? 13 домов культуры до конца года отремонтируют в Крыму. Как идут работы? Где-то процесс полным ходом, а где-то строители не торопятся. У общественников есть замечания. Марина Осокина вместе с экспертами Общероссийского народного фронта, представителями администрации и Минкультуры отправилась в рейд. Жители Краснолесья свой клуб любят. Работает 9 кружков и секций. Здесь поет и танцует все село. Все праздники мы проводим, все мероприятия проводим. Особенно у нас очень централизованный, самый главный праздник у нас – это 9 мая. На ремонт выделили больше 9 миллионов рублей. Сейчас черновые работы. Строители полностью разобрали старые полы, до кирпича сбили стены. Их обошьют гипсокартоном. Здесь изначально планировалась штукатурка, но состояние стен вы видите, и расход материала здесь был бы просто сумасшедший. Здесь только несущие стены остались, потому что демонтировалось полностью все. Отопление, канализация. Заменят все коммуникации, сделают вентиляцию, которой здесь никогда не было. А еще камеры видеонаблюдения, противопожарная сигнализация. Придет и новое оборудование, сцена, свет, звук. Но самое серьезное обновление ждет библиотеку. Ее заботливая хозяйка Галина Герман несколько лет ремонтировала вместе с мужем. На своей машине по графику возят книги по селу. Тем, кто уже не может сам прийти в читальный зал. И вот выиграла федеральный грант на создание современной модельной библиотеки. На 5 миллионов рублей обустроят здесь все так, как мечтала. Мы сделаем интерактивный читальный зал. Детский уголок, современный, уже с новой красивой мебелью. У нас будет интерактивная доска для читателей. Мы подключимся к системе Литрес. Мы планируем стеллажи, очень высокие, для того, чтобы освободить место, именно для пространства, для проведения мероприятий. Будут мягкие пуфики для молодежи. К ходу работы у общественников есть вопросы. Сдать объект планировали в конце октября, но уже не успевают. Тому есть объективные причины. Первый – это находился здесь избирательный участок. Проходили выборы 8 сентября. Срок работы мы перенесли. Также сейчас подрядчик ждет доставку материалов. И дальше будет ускоряться по ходу работы. Следующий дедлайн – ноябрь. А вот ждать ли ремонта этой въездной арки – вопрос. Общественники считают, ее нужно сохранить. Ведь на месте сельского клуба было имение Василия Попова, личного секретаря князя Потемкина. Собранные им документы, рассказывают историки, стали основой Крымского государственного архива. Следует придать ему тот внешний вид, который он имел при строительстве этого имения. То есть восстановить его? Восстановить его, безусловно. Ну и затем уже думать. У объекта есть признаки, объекта культурного наследия. И не исключено, что имело бы смысл поставить на учет это в дальнейшем, как памятник истории культуры. Объем работ в ароматном Белогорского района еще серьезнее. Потолок осыпался, штукатурка отвалилась. Стали поднимать полы, доски, балки перекрытия, они были сгнившие. Потолки тоже были в очень плачевном состоянии, так как сгнила обрешетка. Главная проблема, которую обнаружили общественники, кроется в смете. В нее почему-то не попала замена электропроводки. И не только. Отмостка всего этого здания, как основная часть сохранения здания, любого здания, эта отмостка, она, к сожалению, не присутствует в смете затрат реконструкции, ремонта этого помещения. Но этот просчет уже исправляют. Подана на корректировку проектно-сметная документация в госэкспертизу. Она на стадии прохождения. Они будут добавлены, полностью ее смечены после прохождения государственной экспертизы. Стоимость работ 27,5 миллионов рублей. Теперь сумма, конечно, вырастет. Но ведь ремонт должен быть полноценным. Согласование займет какое-то время. Это может отсрочить сдачу объекта. Поэтому строители не стали его дожидаться. И уже прокладывают проводку и готовят основы для отмостки. И скоро начнут ее заливать. Эксперты ОНФ все лето мониторили ход работ в пяти ДК, которые ремонтируют по нацпроекту «Культура». В селах Краснольесе и Пионерском Симферопольского района, Ароматном Белогорского района, Орехово и Молочном Саксского района. Все замечания обсуждают и оперативно устраняют вместе с подрядчиком, местными администрациями и профильным министерством. По нацпроекту «Культура» на ремонт пяти домов «Культура» у нас выделено 54 миллиона. И, соответственно, у нас в этом году реализуется федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Крым, где в этом году мы предусмотрели финансирование в районе 580 миллионов. В этой программе сидят не только дома «Культура», есть и библиотеки, и музеи. До конца года завершат работы в 13 домах «Культура». Пять из них ремонтируют по нацпроекту, еще восемь по федеральной целевой программе. Марина Осокина, Олег Черемисин, Новости 24. Дождались впервые за 26 лет. Севастопольский морской завод выполнил новый заказ. Пустил на воду понтон плавкрана ПК-400. Это свидетельствует о возрождении легендарного предприятия, которое многие годы находилось в упадке. На торжественное мероприятие собрались жители и гости города-героя. С ними была и наш собственный корреспондент Анастасия Соснина. Вениамин Воловик работает на Севморзаводе с 1964 года. За спиной колоссальный опыт в судостроительном производстве. Вспоминает советские времена, когда предприятие было одним из мировых промышленных лидеров. Мы спускали три плавкрана в год. Это черноморцы. Стотонные плавкраны черноморцы, которые ходят по всему миру. Потом делали «Богатырь», «Богатыри» делали, потом «Слава Севастополя». В начале 2000 года спустили проект 15-202. И на прототип этого крана вот сейчас Севастополь. Строительство корпуса началось с осени 2017 года. На звании ПК-400 «Севастополь» судно дали сами сотрудники предприятия. Это традиция начала доброго пути. После – самая ответственная часть. Пантон плавкрана ПК-400 «Севастополь» готовят к спуску на воду. Сейчас специалисты режут задержник из 25-мм стали, который удерживает конструкцию на суше. Считанные секунды – и Пантон по спусковым дорожкам уходит на воду. Сотрудники предприятия эмоций не скрывают. Этого момента ждали долгие годы. Сегодня такой знаменательный день. Мы принимали участие. Эмоции самые такие наилучшие. Пантон – это лишь корпус, который в дальнейшем будут оборудовать. На нём установят мощный кран грузоподъёмностью 400 тонн. Завершить проект планируют в следующем году, после чего судно отправится в северо-западные порты России. Абсолютно уверен на 100%, что это отнюдь не последний заказ. Вы знаете, что есть уже второй заказ на плавкран грузоподъёмностью 700 тонн. Будут предприниматься меры для того, чтобы загружать судостроительные предприятия Крыма, и не только себя в морзавод, соответствующими заказами, как гражданскими, так и военными. Новые заказы возродили Севастопольский морской завод после кризиса в украинские годы. Ситуация исправилась с 2015-го. В рамках развития оборонного промышленного комплекса страны принят ряд программ. В настоящий момент реализуется первая программа. Первая программа – это техническое перевооружение предприятий. Хотелось бы, конечно, чтобы по замене кранов была сформирована государственная программа. А мы готовы в ней участвовать и строить краны для всей страны, да и за пределы страны. Это уверены специалисты повлияют на развитие не только отрасли, но и экономики Крыма и Севастополя в целом. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Это вся информация выпуска, а мы, конечно же, продолжаем следить за развитием событий, чтобы первыми вам о них рассказывать. Саша, я возвращаюсь к тебе для того, чтобы обсудить дальнейшие темы. Дальнейшая тема у меня одна на уме. Какая? Удобно ли тебе сидеть, скажи. Очень удобно и комфортно и уютно. Поэтому мы хотим поблагодарить компанию «Фавилла» за предоставленную нам мебель. Большое спасибо нашим партнерам. Ну и, конечно же, сидя в таком приятном, удобном, а главное, сухом кресле, всегда стоит задуматься о том, а нет ли дождя на улице. Давайте обратимся к следующей рубрике и узнаем, чего же ждать от сегодняшней атмосферы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну и прямо сейчас предлагаем озвучить синаптическую картину этого дня. В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Температура воздуха составит от 17 до 19 градусов со знаком «плюс». В Севастополе похожая картина. Переменная облачность. Ночью без осадков. Утром небольшой дождь. Ветер южный 10 метров в секунду. Температура воздуха днем 19 тепла. На южном берегу Крыма там переменная облачность. Днем также ожидается кратковременный дождь. Поэтому не забывайте брать с собой зонтики. Ну а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 16-18 градусов со знаком «плюс». Керчи. Переменная облачность ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь. Возможен туман видимостью до 500 метров. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Температура воздуха днем 20 тепла. Саша, ну ты знаешь, это, мне кажется, хороший повод для прогулок таких осенних, теплых. Особенно если у тебя теплая шубка есть. Теплая шубка. Не у всех, да, есть теплая шубка. Но вот у следующего героя видео она точно есть. И это необычный герой, как вы сами заметили. Это енот, который каким-то образом оказался на улице города Алубки. Еще видно, что он ручной. И людей не боится фактически. Ну, фактически не боится при этом, как отмечают пользователи соцсети, которые выложили этот видеоролик, что он позировал на камеру. То есть даже периодически делал это профессионально. Поэтому есть предположение, что, скорее всего, он сбежал от кого-то, и это был чей-то енот. Поэтому если вы разыскиваете енота, знайте, что он сейчас находится на улице Алубки. Бросаем такой клич, объявление. Енот, найдись. Ой, я думаю, столько желающих найдется, столько хозяев сразу. И не один, наверное. Если бы еноты не были такими вредителями маленькими, я бы обязательно завел их. Они же такие противные. Они же все ломают, все ломают, грызут, нюхают, лазают. Любопытные очень. Я как-то посещала енотодромы. И знаю, какие они очень активные. Напоминают собой детей 3-5 лет. И все разрушают на своем пути. И практически на тебе полностью без остановки прыгают. Но да. Я знаю, ты говоришь, они разрушают. Но я знаю человека, который является созидателем, творцом. Можно сказать, демиургом настоящим. Это Антонина Шитова, которая прямо сейчас находится на улицах Симферополя. И готова с нами поделиться тем, что видит. Доброе утро, Тоня. Доброе утро всем тем, кто к нам присоединился. И первое, что хотелось бы сказать, это на улице потрясающая погода. Поэтому, если вы сегодня выходные, берите кофе, берите с собой чай в термосок и идите прогуляйтесь. Ну, а мы для вас подготовили очень интересную информацию. Я надеюсь, что она поможет вам сделать свой вечер насыщенным и ярким. Сегодня 11 числа в Государственном Академическом Музыкальном Театре стартует 65-й юбилейный сезон. Он открывается, и те люди, которые готовили открытие, это сотрудники. Они также подготовили очень интересную выставку. На выставке будут представлены старые фотографии, будут представлены буклеты, билеты. И все то, что смогли найти за те 65 лет существования. Поэтому обязательно приходите. Кроме того, можно будет увидеть костюмы 80-х и 90-х годов, в которых выступали артисты еще прошлого столетия. Поэтому не упустите шансы. Обязательно придите. В особенности приводите детей. Этот год, напоминаю, объявлен годом театра. И мы присоединяемся. И вообще, в принципе, поздравляем весь коллектив нашего Музтеатра с такой замечательной датой. 65 лет существования. Также хочется отметить, что на улице сегодня потрясающая погода. Как я уже сказала, ощущается, ну, наверное, плюс 13. Конечно, это не летние плюс 13, но осенние очень приятные. Отправляйтесь на прогулку, но не стоит забывать, что синоптики обещают сегодня дождь. Поэтому захватите с собой зонтик. Ну, а если будете прогуливаться еще и вечером, не забудьте надеть шар. Вечером температура должна быть около 13-12 градусов, что достаточно прохладно. Ну, я думаю, то, что веселая компания, тем более сегодня пятница, будет вас согревать. На этом у меня пока все новости. Салли, Александр. Тоня, большое спасибо за добрые слова, которые ты адресовала театру. Мы с Саллией тоже непременно присоединяемся к ним, потому что поздравить театралов в их год – это святое дело. Как-то действительно стало тепло и музыкально на душе, правда? Душа запела после слов Антонины. Главное, чтобы не звучала шестая симфония Чайковского. И Лебединое озеро тоже. Это точно. Саш, ну вот еще такая новость, которую мне бы хотелось озвучить. Она касается родителей несовершеннолетних детей. Дело в том, что готовится еще один законопроект, который теперь сулит наказание для тех родителей, чьи дети любят покурить. Ну, нужно сказать, что пока законопроект не нашел, скажем так, полную поддержку, есть промежуточные меры, в частности, поднять стоимость сигарет и сделать более доступным, так называемый, правильный досуг. Но, тем не менее, все это пока находится в стадии рассмотрения. Ну, а как ты к этому вообще относишься сам? Мне интересно. Я не задумывался об этом, если честно. Да? Ну, конечно же, вредить здоровью, вредить, упаси Бог. Очень не люблю, когда, например, от девушек, особенно от девушек пахнет сигаретами. Да, это правда. Хорошо, что ты не куришь. Я не курю. Это да. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику, где расскажем о тех исторических событиях, вернее, об одном событии, которое произошло именно в этот день, но много лет назад. Что же это такое? Давайте узнаем. В этот день, 138 лет назад, изобретатель Дэвид Хьюстон запатентовал пленку для фотоаппарата. Она представляла собой гибкую прозрачную основу, на которую нанесен светочувствительный слой с добавлением галлоидного серебра. Под воздействием света мельчайшие гранулы соединения меняли свой цвет и прозрачность. Таким образом происходило запоминание картинки. Первые фотопленки были чувствительны только к сине-фиолетовому излучению и выдавали лишь черно-белые изображения. Позднее изобретение Дэвида Хьюстона способствовало созданию искусства мерцающего экрана. Первая кинолента была изготовлена из рулона фотопленки, разрезанного вдоль. Сегодня медиаискусство переживает очередную революцию – переход в цифровой формат. Методика позволяет транслировать картинку и звук в непревзойденно высоком качестве. Для тех, кто еще не выехал на работу, предлагаю узнать следующую информацию, которая, быть может, покажется вам полезной. Имею я в виду, в первую очередь, цены на углеводороды, на топливо, которые подвержены колебаниям. Итак, попрошу я наших ассистентов вывести на экран информацию. Итак, топливо сегодня стоит газ 23 рубля 5 копеек за 1 литр, дизельное топливо 50 рублей 42 копейки, 92-й бензин 44 рубля 82 копейки, 95-й 49 рублей 24 копейки и 98-й, традиционно самый дорогой, 56 рублей 53 копейки. От цен на топливо предлагаю перейти к ценам на валюты, которые тоже изменяются. И нужно сказать, что за последние сутки иностранные валюты сдали в своих позициях порядка 20 рублей. Итак, копеек. Доллар стоит 64 рубля 74 копейки, а евро 71 рубль и 29 копеек. Как я говорил, они сдали в своих позициях. Для кого-то, быть может, эта информация покажется полезной и даже доброй. Ну а я вернусь, пожалуй, к тебе, Салия. Надеюсь, ты свои деньги хорошо хранишь. Может быть, рубли ты хранишь в деревянных банках, доллары в стеклянных, а евро в металлических. Ну а мы с тобой уже обсуждали эту тему и неоднократно говорила, что деньги у меня, к сожалению, надолго не задерживаются. Но, Саша, я бы хотела продолжить тему денег. Дело в том, что, как посчитали в Росстате, стало известно, россияне за 10 лет стали в 4 раза больше пользоваться услугами такси. Я думаю, что мы тоже относимся к этому числу, потому что я, например, услугами такси пользуюсь достаточно часто. И, знаешь, я тебе признаюсь, есть даже такое приложение, которое позволяет почитать, сколько денег ты потратил, например, за последние 5 лет. И вот, как выяснилось, 6 тысяч рублей лично я потратила на такси за 5 лет. То есть это не учитывая этот год. Сколько еще плюс этот год у меня вытащил денег из кошелька, я не знаю. Ну, я тебе хочу сказать, что это суммарно немного, потому что, я думаю, любой автолюбитель тратит гораздо больше денег на обслуживание своего железного коня. Да, но вот учитывая, если в 2008 году такси воспользовалось 7 миллионов человек, то уже через 10 лет, в 2018, это количество выросло до 30 миллионов. Я, признаюсь честно, иногда пользуюсь услугами такси, но не так часто, потому что, во-первых, все-таки это небольшие деньги, но, тем не менее, я предпочитаю экономить. А с другой стороны, учитывая, что Симферополь очень небольшой город сам по себе, по крайней мере, его центральная часть, я предпочитаю ходить пешком и на работу, и с работы. Можно быстро дойти. Да, быстрее можно дойти, чем доехать, и более того, учитывая то, что я, в общем-то, мужского пола, даже в темное время суток меня обычно не страшит. Ну, ты знаешь, очень хорошо, что ты уточнила этот момент. Почему? Потому что, действительно, походка девушки и мужчины, наверное, отличается. Мы идем так плавно покачиваясь, в то время как мужчины быстрым шагом добираются до цели. Казалось бы, быстро, потому что говорят, что от быстрой походки быстрее худеешь, но не уверен. Не знаю, мы не проверяли это на себе, но, знаешь, Саша, есть еще повод кое-куда, например, сходить, а может быть, даже и съездить. Ну, туда лучше пройтись пешком, если ты говоришь о Неаполис-Киевском, потому что машиной туда иногда добраться бывает крайне сложно. Наш корреспондент Сабина Петренко побывала там и, надо сказать, копнула тот пласт истории Неаполис-Киевского, который далеко не каждому известен. Давайте посмотрим сюжеты. Высокие мрачные своды, угрюмые стены, серые камни. Неаполь-Скифский древнее городище построено воинственными скифами. Курганы его улиц окутаны пеленой тайн, разгадать которые задача не из легких. Столица скифского царства пропитана мистикой и загадками. Одни верят, что здесь существует портал между мирами, другие набираются силы и энергии. Но жители местных окрестностей за долгое время наблюдали явление, которое до сих пор объяснить невозможно. Рассказы местных горожан удивляют, а порой даже пугают. Размытые призрачные силуэты, летающие объекты, странное поведение домашних животных. Одним словом, сплошная мистика. Говорят, что тут подходили собаки откуда-то появлялись, хозяева их ходили. Вы слышали эту историю? Человек с нашего времени, а тот человек не из нашего времени. Короче, как портал какой-то. Помимо таинственной истории о собаке, около Неаполя нередко приходилось сталкиваться с плохим сигналом сотового или даже поломкой личного транспорта. Проезжал мимо Неаполя скифского два раза. Это был случай у меня, что машина раз и заглохла. Второй раз проезжаю, тоже заглохла. Телефон, связь пропала. Я даже и не знаю, аномальные какие-то действия происходят здесь. Одна из местных жительниц и вовсе поведала историю о неопознанных небесных телах, внимание которых привлек именно древний Неаполь. У меня покойница соседка Клава Кирикова была. Она как-то вызвала нас в два часа ночи с соседкой. Говорит, смотрите, вот смотрите, инопланетяне, мы смотрим, ничего не видим. Она за нас прячется. Но мы буквально ничего не видели. Живущие в этом районе рассказывают, что здесь находится место силы, где сходятся земные энергии и пересекаются миры. А вот научные сотрудники к мистическим рассказам относятся с долей иронии. Я слышал слова очевидцев про мистику. История и мистика – это антонимы. Они разные по значению. Одно связано, возможно, с религиозными моментами, а история – это совсем другая наука. Сколько я здесь работаю, в Неаполе-Скифском, никакой мистики здесь не было. Большая часть истории об аномалии основана на легендах. Верить в них или нет, каждый решает для себя сам. Но в любом случае можно с уверенностью сказать – Неаполь-Скифский все еще хранит свои тайны. Сабина Петренко, Максим Турчев, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну, я думаю, что пришло время вновь поговорить с нашим гостем, который к нам уже присоединился. Итак, у нас сегодня Сергей Ерхан, председатель региональной и национально-культурной автономии Молдаван Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Ну, а вас сюда к нам в студию привел хороший повод. Это День Молдаван, Молдавской культуры. Давайте о нем поговорим, когда он отмечается, потому что, ну, честно признаюсь, мало что знаю. Спасибо, да. У нас это наш праздник, чисто праздник Молдаван. Это праздник, День урожая. Вообще у нас отмечают, как День молодого вина. После урожая делают вино. Приглашают все, это все заводы, которые есть, все частные участники, те, кто делает вино. Крымские или не только? Это вообще по всей Молдове и так же самое в Крыму. Все молдаване, которые проживают, где они проживают, в том числе и в Крыму. Мы для того делаем этот праздник, День молодого вина, День урожая, для того, чтобы все наши молдаване не забывали, что у нас есть такой праздник, День молодого вина. Это делается вино. Приглашают всех на дегустацию, это не для того, чтобы напиться или пить, да, для того, чтобы дегустация была, чтобы попробовали чистый сок виноградный, чтобы оценили вкус молдавского вина. Попробовали, чтобы рассказали другим, что у нас есть такой прекрасный напиток молдавский. И вот так вот мы отмечаем наш такой праздник. Но я знаю, что в этом году он будет проходить в городе Алуште. Почему именно? Не в Алуште, в Евпатории будет проходить. В Евпатории, Алуште. А почему в Евпатории? Я скажу, почему. Мы каждый год всегда отмечали в городе Симферополь, в нашей столице. Но последние два года мы решили отмечать по регионам Карима. Почему? Потому что по Крыму у нас молдавские общины. Мы отмечали в Ялте в позапрошлом году. В этом году мы решили отметить в Евпатории. И для того, чтобы люди наши местные знали, что и жители нашего региона, чтобы знали, что есть такой наш молдавский праздник. К нам приходят не только молдаване, а также все. То есть я так понимаю, абсолютно каждый может присоединиться? Каждый, да. Мы всех приглашаем. И в том числе к нам приходят гости, так же самое, и всех общин национальных. Это и татары, и греки, и немцы, и караимы. Но, Сергей Иванович, я думаю, что помимо вина там все-таки можно будет окунуться в молдавскую культуру. Конечно. Вот какая она? В чем она заключается? У нас культура наша молдавская не только зависит в пище и в напитках. У нас еще культура молдавская. Я хочу просто вам добавить и напомнить, что у нас в Крыму не только гуляют и отдыхают. Мы еще и отмечаем такие праздники, как у нас, допустим, в том году мы открыли на Мангупе гора Мангуп. Там когда-то наш Стефан Великий, Чамарий, это князь молдавский, женился на княгине Мангупской. И когда османы напали на Мангупское княжество, 300 наших молдавских рыцарей защищали. Там они защищали полгода, погибли там, защищая Мангупское княжество. Вот мы в том году, 25 ноября, мы там открыли мемориальную доску в честь погибших наших молдаван. И мы решили каждый год чтить эту память. Сергей Иванович, а вот сколько сегодня в Крыму проживает молдаван? Это большая диаспора или все меньше становится? Нет. Я вам скажу так, что при Украине было около 4 тысяч молдаван, проживавшие те по переписи. На сегодняшний день при Российской Федерации проживает около 12 тысяч уже. Ого! Не маленькое совсем. Да, казалось бы так, но вот так оно и выходит. Ну вот мы с вами говорили о празднике, говорили о вашем традиционном напитке. Да. Молодом. А вот я, честно говоря, никогда не знал и даже не задумывался, какое у вас традиционное национальное блюдо? У нас блюдо очень такое, как мамалыга есть. Вот. Это раз. Вот. Наша есть такая, плацинда есть. Это что такое? Вы нам расшифровываете. Это такое печеное блюдо, оно жарится, это тесто, вот, ну, раскатывается тесто, туда начинка идет или брынза, или картофель, или капуста, и это все заваряется как конвертом, жарится на сковороде, ну, очень вкусно такое блюдо. Вот, как бы, потом у нас еще есть такие, как метятии, это такое, это баранина или говядина, это фарш рубленый, это все это делается как фарш, потом жарится такими маленькими, такими колбасками. Очень вкусно, кстати, да, ну, брынза, так же самое. Вот, поэтому у нас очень много блюд, вот, поэтому вот сейчас будет праздник, мы как раз эти все блюда, мы готовим, угощаем наших гостей, земляков наших, чтобы они вспомнили нашу культуру, наше блюдо наше, вот. Вот, и так же стакан вина, это у нас, это дело такое, у нас это не то, что ради пьянки или как-то, что у нас это чистый сок, это человек пьет, как бы сказать, для здоровья, это как, знаете, как говорят в России, как стакан молока, для молоков, как стакан вина чистого сока, это не ради выпивки, не ради пьянки, это ради здоровья. Скажите, и какое же вино является наиболее традиционным у вас? У нас это сухое вино домашнее, красное, белое, красное, у нас делается и красное, и белое, и розовое, вот, это, я же повторяюсь опять, это, опять же, это чистый сок, это делается вино, натуральное чистое вино, без всяких добавок, там, не добавляется ни спирт, ни сахар даже, вот, чистый вот сок. Ну что ж, вы меня убедили, я прямо вот обязательно, непременно приеду в Евпаторию поучаствую. Вы знаете, что вы всегда приезжаете, это мы, дело в том, что мы, всегда мы проводили в Симферополе, а вот решили мы последний год, мы решили, как бы сказать, ну не последний год, а последний год, вот эти вот два года, ездить по Кариму, чтобы местные национальные общины, чтобы тоже чувствовали, что есть такой праздник, чтобы приглашали местные национальные культуры. Извините, вынужден прервать вас, потому что время заходит, подходит к концу нашей беседы. Напоминаю, у нас в гостях Сергей Ерхан, представитель региональной национально-культурной автономии Молдаванной Республики Крым. Отпустить мы вас просто так не отпустим и приглашаем в нашу фотозону. Да, попросим вас пройти в телевизор и вместе с нами сделать фотографию на память. Такая вот инсталляция, она посвящена тому, что мы переходим от аналогового вещания к цифраму, давайте чуть ближе подойдем, смотрим прямо на камеру и после слова цифры улыбаемся. Раз, два, три, цифра! У лукоморья дуб зеленый, а под ним и кот, и баба-яга, и даже русалка на ветвях. Все замерли в ожидании конца реставрации. В начале лета в детском парке Симферополя началось восстановление Пушкинской поляны сказок. После вскрытия тех слоев, которые были сверху наложены предыдущими, можно даже про некоторые сказать в кавычках, мастерами, неотложка необходима была давно. Но это благо, ни конь не упал, ни каждый богатырь, стоявший на ногах, потому что металл внутри некоторых скульптур, он уже был на грани. Фигуры из поэмы Руслану Людмила были установлены в детском парке в 1958 году. Всего их около 20. Самая большая – голова великана. Расскажите, пожалуйста, что сейчас находится в голове Черномора, о чем он думает? Вы знаете, я мысли читать не умею, к сожалению, но могу сказать, что в голове у него есть комната, в которой был когда-то установлен механизм, который дул дым. Комната-то достаточно большая, потому что наверняка этот агрегат был немаленький, но сегодняшняя технология позволяет этот агрегат уместить в меньшие комнаты. Директор парка раскрыл секрет спецэффекта. На самом деле поток воздуха из арта колдуна будет создавать дым-машина. Старый механизм там давно уже не стоит, там стоит сейчас уже из современных разработок, самодельный. Насколько он исправен, мы еще пока не проверяли, но он будет восстановлен. Либо этот, либо другой механизм, который позволит голове дуть, он там будет стоять. А пока агрегат не установлен, помещение занято инвентарем художника. Инструменты мастер меняет часто. Работу ведет одновременно над несколькими скульптурами. Где-то надо подшлифовать, где-то сгладить линию, а где-то нарастить новые части тела. Этапы такие. Найти повреждения и устранить их. Отбить то, что отбивается и восстановить объем. Восстанавливается объем бетоном, потом штукатурится, грунтуется и красится. Во время прошлых реставраций многие герои сказки утратили пропорции. Правая рука Руслана, например, почти на 10 сантиметров короче левой. Евгений щепетильно подходит к работе с каждой скульптурой. Первыми были «Аленушка с волком». На них проверялось мастерство художника. Лишь потом реставратор взялся за отделку других фигур. Сейчас остался последний этап – покраска. Начали с ученого кота. Раньше он был короткошерстным, теперь стал сибирским. Специалист добавил ему пушистости. Помимо породы, сказочный персонаж также сменит свой цвет с рыжего на черный. Вот лапа осталась, это его цвет. Вот это? Да. Почему решили его сделать опять черным? Потому что он изначально черный был, белая манишка. Ну, наверное, взяли с мультфильма. Я могу порисовать, верно? Конечно. Так. Только не запачкай. Сначала мы задеваем поры, может, и как угодно. Также добавят красок и «Аленушке». Сейчас она выглядит как манекен. У нее нет ни румянца, ни бровей, ни ресниц. Ну и волосы я поменяю цвет. Она станет брюнеткой? Шатенкой. «Аленушка» словно побывает у стилиста. И макияж сделают, и волосы перекрасят. Ведь уже в ноябре всей бригаде пушкинских героев встречать гостей парка. Дарья Шарипова, Данил Захаров. Утро нового дня. Я предлагаю продолжить тему художеств. И вот следующая небольшая заклейка посвящена как раз этому. Художница, мусульманка. Из Азербайджана. Да, решила сделать уникальную книгу. На тонком натуральном шоке она переписала полностью Коран. Текст Корана. Действительно, это натуральный шелк, на который ушло 50 метров этого материала, а также около полутора литров золотых и серебряных чернил. Занималась она этим, конечно же, не один год. Но девушка подчеркивает, что ее работа не нарушает никаких исламских канонов, потому что в Коране упомянут шелк как доступный материал. Более того, нужно сказать, что вот эти суры, они написаны на золотой краске, наоборот, подчеркивают всю драгоценность тех слов, сказанных Аллахом. Очень красивая работа, согласись. Безусловно. Очень тонкая, очень ювелирная. Посмотрим, какую ювелирную работу нам предложит посмотреть в своем рассказе наш корреспондент Антонина Шитова, которая прямо сейчас с нами на связи. Антония, доброе утро. На моих часах 8 часов 38 минут. Город оживает. Скверы, парки и улицы становятся очень активными. Дети спешат в школу, родители на работу. Чего не скажешь о дорогах. Активности здесь явно не хватает. Но, наверное, на троечку, может быть, даже сегодня на троечку в плюсах. Вообще мы знаем то, что период времени с 8 до 9 является самым таким сложным. Всегда пробки, всегда затруднены. Очень трудно добраться до работы, очень трудно добраться до школы, местной учебы и так далее. Хочется посоветовать вам такой небольшой лайфхак, как избежать пробок. Да, действительно, это можно сделать. Ну, или, по крайней мере... Ну, к сожалению, так мы и не узнали. Хайф лайф, лайфхак. Как же все-таки избежать пробок? Ну, я предполагаю, что Антонина хотела сказать, ходите пешком, дорогие друзья. Это моя вам искренняя рекомендация. Во-первых, живем мы в Крыму, где такая прекрасная погода даже в середине осени. А может, она хотела посоветовать добираться на вертолете? Ну, это вряд ли. Ну, хотя для вертолета нужна площадка вертолетная. Так просто не приземлишься. Тем более, что у нас же есть запрет на коптеры всякие. Ну, на коптеры есть, а на вертолеты есть ли? Ну, если читать, что по-английски вертолет – это галикоптер, то тогда да. Ну, ты знаешь, Саш, стоит отметить, что действительно на вертолете, наверное, сейчас добраться на работу будет невозможно, в том числе, как и на транспорте, потому что это будет сложно из-за пробок, хотя Тоня сказала, что отметила на три балла ситуацию на дорогах, что машин не так много, будем ей верить. Но вот какая еще новость касается автобусов. Автобусный маршрут до аэропорта Симферополь муниципального перевозчика Горавтотранс прекратит работать 27 октября. У меня возникает вопрос, как тогда добираться до аэропорта? Насколько я понимаю, вопрос касается именно ночных рейсов, которые поздно ходят. И действительно, ввиду того, что курортный сезон уже завершен, транспорт, собственно говоря, в таком количестве из аэропорта поздно ночью просто не нужен. А я с тобой не согласна, Саш. Знаешь почему? Потому что многие рейсы, они как раз-таки выполняются ночью или очень рано утром. В таком случае, я не знаю, как это прокомментировать, но абсолютно уверен, что если так поступили, это кому-то нужно. Это точно. Ну а прямо сейчас предлагаем вам посмотреть другие новости интернета, что же интересного обсуждает мировая всемирная паутина. Кому-то для сна подавай ортопедический матрас, а некоторым и двух стульев хватит. Буддийские монахи вообще могут спать в любом положении, даже вертикально. Ведь идеального баланса тела достигнуть намного легче, если вы в гармонии со своим внутренним миром. Работа строителя сложна и требует смекалки. Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, можно и акробатом ненадолго стать. Видимо, наш герой в детстве хотел быть циркачом, вот и воплощает теперь мечту в реальность. Оказывается, правительственные доклады тоже могут быть веселыми. Премьер Дании от смеха несколько минут не могла продолжить выступление в парламенте. Она зачитывала отчет о выкупе слонов из частных цирков. Но не сдержалась, когда рассказывала, что властям пришлось приобрести еще и верблюда по кличке Али. Животное сильно сдружилось с одним из слонов и не хотело отпускать друга. Чтобы поймать интересный кадр, фотографу нужно обладать хорошей реакцией. Но даже у профессионалов иногда случаются казусы. Однако этот парень сумел выкрутиться из ситуации. А вы думали, он поскользнулся? Нет, так было задумано. Шоу дронов на мероприятии для многих уже привычное зрелище. И все же оно не перестает удивлять и завораживать. Сотни квадрокоптеров светятся различными цветами, синхронно перемещаются и выстраивают сложные геометрические фигуры. Как тут не залюбоваться? Когда в семье появляется новый питомец, очень важно его правильно встретить. Этого котенка подобрали на улице, и он еще не успел адаптироваться. А пес, как старожил, успокаивает малыша. Саня, я предлагаю от таких веселых новостей перейти к более серьезной теме, теме строительства. Как ты к этому относишься? Я только за. Тем более у нас уже находится гость Юрий Прихожанов, временно исполняющий обязанности начальника службы Государственного строительного надзора Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Ну, я начну, пожалуй, с самого главного. Я вот хочу построить дом, например. Что мне для этого нужно? С точки зрения документов. В первую очередь, для того, чтобы построить индивидуальный жилой дом, либо садовый дом на садовом участке, нужно иметь право устанавливающий документ на земельный участок, который в виде разрешенного использования будет соответствовать планируемому строительству. То есть индивидуальное жилищное строительство, ИЖС. Да. Либо это для садоводства. Земельный участок должен иметь в первую очередь. Второе, что необходимо представить для себя, какие контуры здания он планирует построить. Эти контуры он отображает на схеме, которая подойдет вместе с уведомлением в службу государственного строительного надзора. Служба рассматривает все строительные параметры и ограничения, в рамках которых имеет право каждый гражданин построить свой объект и регистрирует данное уведомление. Это и есть ГПЗУ, так называемый градостроительный план участка? В данном случае здесь упрощенная форма. ГПЗУ получать при данном строительстве не нужно. И достаточно подать лишь уведомление о планируемом строительстве со схемой расположения данного объекта. Насколько я знаю, там же есть строгие правила, что, допустим, 3 метра от забора, не ближе метра к дороге. Да, есть в настоящий момент действующий свод правил 42. Могли бы какие-то основные из них рассказать, самые такие интересные? В первую очередь нужно соблюдать добрососедские отношения со своими соседями и землепользователями по смежным участкам. Это в первую и провожить уважительную, скажем так, беседу со своими соседями, для того, чтобы не возникало конфликтных ситуаций. Так много обращений в службу поступает именно, не соблюдаются отступы от границ и межсоседнего участка, либо строят впритык к существующему зданию, не соблюдаются пожарные нормы и так далее. Основными требованиями, которые указаны для соблюдения каждому застройщику, застройщиком может являться любой гражданин, это свод правил номер 42, где основные есть ограничения по строительству. Это отступ от границы смежного участка 3 метра, хозяйственных построенных не более 1 метра, противопожарные нормы, говорящие о том, что если существует здание на смежном участке, не менее 6 метров, то есть это основные тезисы. А также есть у нас еще ограничения, которые регламентированы каждым муниципальным образованием в частности. Например, Большая Ялта, и Ялта в частности, имеет свои особенности, градостроительных параметров и ограничений. Тут нужно поставиться себе вопросом, в каких параметрах вы можете построить данный объект, и если гражданин не знает этих, скажем так, ограничений, он может запросить муниципального образования информацию данную, либо зайти на сайт службы госторонадзора в том числе и узнать об этих ограничениях. Юрий Владимирович, ну вот у нас в Крыму, например, земля, она действительно очень ценная, и, конечно же, люди не хотят разбрасываться даже лишними сантиметрами, и поэтому строят впритык, как вы сказали, большинство жалоб поступает именно на эту тему. Что в итоге сулит этим людям, которые, например, выдержали границу не 3 метра, а 2 или 1? Я бы хотел сразу всех предостеречь, чтобы все застройщики, в том числе и физические лица, соблюдали горостроительные нормы и ограничения. Почему? Чем это чревато в дальше? Когда будет выявлен факт, что объект построен с отклонением от предельных параметров, объект признается самовольно построенным. Человек не сможет ни распоряжаться правом, ни регистрировать право на объект недвижимого имущества, продавать, дарение делать и так далее. То есть он будет ограничен во всех, грубо говоря, спектрах, и право собственности на данный объект он не зарегистрирует. Ну хорошо, но если человек не планирует продавать или кому-то дарить, то он дальше может спокойно жить? 222 статья Гражданского кодекса Российской Федерации говорит о том, что объект, который построен самовольно, эксплуатироваться не может. Если гражданинам будет эксплуатироваться данный объект, который построен как объект самовольного строительства, муниципального образования, будут все рычаги для того, чтобы через судебные органы воздействовать, вплоть до запрета эксплуатации данного объекта, через обеспечительные меры. Я наверняка знаю, что вы владеете страшными историями, страшилками такими, как сносят экскаваторами дома. Могли бы поделиться? А что, есть такое? Есть такие истории? Я на самом деле сейчас занимаю пост временно исполняющего обязанности начальника службы государственного строительного надзора. Ранее занимал, похоже, такую же арководящую дулость в городе Севастополе. В городе Севастополе у нас такая практика была, в принципе, налаженная, сносили даже 16-этажные объекты, то есть уже построенного объекта в высокой степени готовности. Я думаю, в службе госторонадзора Республики Крым постараемся выстроить таким образом работу, чтобы к таким инцидентам мы не подходили. Но у нас есть, так сказать, претенденты, такие дома к сносу? Объектов самовольного строительства на территории Республики Крым большое множество. Какой процент? В процентном соотношении я вам такую цифру сейчас, тем более, властную информацию. Но больше 50, больше половины? Не скажу, но порядка 950 объектов мы выявили только в ходе последнего третьего квартала этого года. Это многоэтажки в том числе? В том числе и МКД. Игорь Владимирович, к сожалению, время беседы вот так вот коротечно прошло, но мы вас так просто отпустить не можем. Поэтому мы вам предлагаем снова сфотографироваться. Да, с удовольствием. Для этого вам надо пройти в нашу фотозону, да, необычная, как вы понимаете, она всем своим видом напоминает, где мы находимся в телевизоре. В прямом и в косвенном смысле теперь. Ну и поэтому предлагаем именно здесь и сделать памятную фотографию. Я предлагаю вам смотреть прямиком на эту камеру, которая перед нами. На центральном. Да. И улыбаться активно. Улыбаться. И когда я скажу насчет три, сказать слово цифра. Раз, два, три. Цифра. Лес, джунгли и даже опасные хищники. Все в детской комнате играет красками. Современные родители и мебель выбирают под стать таким декорациям. Необычную и яркую. Красота это, конечно, хорошо, но далеко не главное. При выборе детской мебели в первую очередь родители обращают внимание на безопасность. И на этом стуле, и на этой тумбе закругленные торцы. Таким образом, ребенок не сможет себе навредить. То же самое касается и этой лестницы. Она покрыта нескользящим материалом. Поэтому ребенок может спокойно забираться и готовиться ко сну. Кстати, многие элементы детского интерьера содержат стекло. И здесь важно обращать внимание на то, чтобы оно было небьющимся. Если мебель подключается к электросети, например, столы со встроенным освещением, провода должны быть изолированы. Важно обращать внимание и на фурнитуру. Снабженные доводчиками петли и другие механизмы ящиков гарант того, что при эксплуатации ребенок не повредит руки. Кстати, чем больше отделений полок, тем лучше. Дети обязательно найдут им применение. А такая гладильная доска может надолго занять внимание ребенка. Она раскладывается. Ее можно использовать как детский игровой комодик и разместить для девочки, для малой моторики, нити, бусинки, бисер в этом модуле. В качестве материалов для детской мебели лучше всего подходит настоящее дерево, МДФ, фанера и другое экологически чистое сырье. Нанесенные на поверхность краски должны быть на водной основе. Акриловые, полиуретановые или воскосодержащие. У таких компонентов нет запаха и вредных испарений. Рисунок нанесен исключительно красками, гипоаллергенами, которые не навредят будущему здоровью вашего ребенка. При выборе детских стульев и кресел не стоит забывать, что малыши растут очень быстро. В лучшем случае такое упущение скажется только на комфорте ребенка. Неправильно подобранная мебель, не по росту, нерегулируемая. Это, естественно, может нарушать осанку ребенка, если не пользоваться длительный промежуток времени. Поэтому следует учитывать эти параметры при выборе мебели для детей. По стандартам Министерства образования России высота рабочего стола или парты для ребенка 6-7 лет – 52 сантиметра. Так и глаза не будут перенапрягаться во время занятий, и осанка не испортится. Кроме того, с помощью мебели можно даже выровнять искривленный позвоночник. С первого взгляда понять, что же это такое, не так-то и просто. Как оказалось, это стул, да не простой, а коленный. Занять правильное необходимое положение на нем достаточно трудно, но когда это удастся, вы сразу же почувствуете облегчение в спине. Такая мебель является корректирующей. Вне зависимости от качества, функционала и особенностей мебели важно понимать внимание и ответственность родителей, залог здоровья и развития малыша. Стефан Филатов, Алексей Семенов. Утро нового дня. Прямо сейчас я предлагаю обратиться к новостной редакции, к коллегам нашим, которые готовы с нами включиться, пообщаться. Анна Нечуговская на связи. Доброе утро, Анна. Доброе утро, коллеги. И вот о чем мы расскажем сегодня в эфире главные новости Крыма. Мы расскажем о старте республиканского кадрового проекта «Твое правительство» и покажем, как идет ремонт домов, культуры в регионах. Сегодня будем говорить также о шоу «Таланты» на Первом Крымском, переходе на цифровое вещание о том, как налоговая служба ищет должников. Не переключайтесь и оставайтесь с нами, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий. Спасибо большое. Спасибо, Анна. Мы передаем вам эстафету. Потому что мы уже проанонсировали все эти темы, конечно же, мы их сегодня затронули, сказали, обсудили с гостями. Ну а теперь, я думаю, что черед новостей. Да, пожелаем им хорошего эфира. Ну а мы, к сожалению, должны будем заканчивать. Но перед тем, как закончим, я все-таки еще раз бы хотел поблагодарить наших партнеров, компанию «Фарвилла» за вот эти удобные, очень комфортабельные кресла. Действительно, они могут вписаться в совершенно любой интерьер, где бы мы ни находились. Мы были и на берегу Черного моря, они с нами там находились. Также потом мы переместились в зимний сад, где они отлично вписались в антураж джунглей. Ну а сейчас здесь... В музее. В музее. Дорогие друзья, мы вырваны прощаться, время подходит к концу. Еще раз напоминаем, что этот музей символизирует то, что совсем скоро аналоговое обещание, уже в понедельник, кстати говоря... 14 октября. Да, сменится на цифровое, и качество картинки будет гораздо лучше. Так что все вместе переходим на новое телевидение, новое обещание. Мы прощаемся, дорогие друзья. Желаем вам хороших выходных, отдыхайте, веселитесь. Ну а с вами был Александр Ткачев и Салия Салямова. Ну, конечно же, прощаемся мы с вами ненадолго. Желаем вам самых хороших, продуктивных выходных. А встретимся уже на следующей неделе в понедельник. До встречи, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова